Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Христос в воскресе! Дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, в день памяти апостола любви Иоанна Богослова, за богослужением читаются два евангельских отрывка из его Святого Евангелия, среди которых рядовое чтение, глава 9, стихи с 1 по 38. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, мимо еды Иисус, видя человека слепо от Рождества, и вопросиши Его ученицы Его глаголюще, «Рови, кто согреши, сей ли или родители Его, да слеп родися!» Отвеща Иисус, не сеется греши ни родители Его, но доявятся дела Божия на нем. «Мне подобает делать и дела пославшего мя, донде же день есть. Придет ночь, игда никто же может делать, игда в мире есим свет, есим миру. Сиярек, плюна на землю, и сотвори брение от плюновения, и помаза очи брением слепому. И речей ему, иди умыся в купели силаамсе, ежесказается послан. Идя же и умыся, и приди, видя. Соседи же и ижебях увидели Его прежде, яка слепбе глаголуху, не сели ессидяй и просяй. Ови глаголуху, яка сей есть, и ниже глаголуху, яка подобен ему есть, он же глаголуше, яка аз есим. Глаголуху же ему, как о ти отверзостися очи? Отвеча он рече, человек, нарицаемый Иисус, брение сотвори, и помаза очи мои, и речей ми, иди в купель силаамлю, и умыся. Шед же и умывся, прозрех. Реши же ему, кто то есть, глагола не вем. Видоши же Его к фарисеям, ежебе иногда слеп. Беже суббота, егда сотвори брение Иисус, и отверзи Ему очи. Паки же вопрошаху Его и фарисеи, как о прозре. Он же рече им, брение положи мне на очи, и умыся, и вижу. Глаголуху же от фарисей нецы, несь сей от Бога человек, яка субботу не хранит. Повье глаголуху, как о может человек грешен, сицева знамени отворите, и распробе в них. Глаголуху уба слеп цупаки, ты что глаголиша о нем, яка отверзи очи твои. Он же рече, яка пророк есть. Нияшу уба веры иудеи о нем, яка слеп бе и прозре. Донде же возгласиша родителя того прозревшего. И вопросиша я глаголюще, сели есть сын ваю, его же вы глаголите, яка слеп родися, как о уба ныне видит. Отвечасто же им родители его иреста, вемы, яка сие сын наю, яка слеп родися. Как о жены не видят, не вемы, или кто отверзи ему очи, мы не вемы. Сам возраст им от самого вопросите, сам о себе да глаголит. Сия рекоста родители его, яка боястося жидов. Уже бобяху сложилися жидови, да аще кто его исповесть Христа, отлучен сонмище да будет. Сего ради родители его рекоста, яка возраст им от самого вопросите. Возгласиша же вторицу человека, и же без слеп, и реша ему. Даш славу Богу, мы вемы, яка человек сие грешен есть. Отвеча же он ирече, аще грешен есть не вем, едино вем, яка слеп мех ныне же вижу. Реша же ему паки, что сотвори тебе, како отверзи очи твои. Отвеча им, рекох вам уже и не слышасте, что паки хощете слышати, и да и вы ученицы его хощете быти. Они же укориши его и реши ему, ты ученик еси таго, мы же моисеовы и смы ученицы. Мы вемы, яка моисеове глагола Бога, сего же не вемы, откуду есть. Отвеча человек ирече им, асем бодивна есть, яка вы не вести, откуду есть, и отверзи очи мои. Вем же, яка грешники Бога не послушает, но аще кто богачтец есть и волей го творит, таго послушает. Отвека не слышана, яка кто отверзи очи слепу рожденну. Аще не бы был сей от Бога, не могл бы творить и не чесоже. Отвечаше и реши ему, во гресе, кто родился и севесь, и ты ли не учиши, и изгнаше его вон. Услыша Иисус, яка изгнаше его вон, и обрет его речи ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Отвеча он и рече, и кто есть Господи, доверую в него. Рече же ему Иисус, и видел Ииси Его, и глаголи с тобою, то и есть. Он же рече, верую Господи, и поклонись ему. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют об исцелении слепорожденного. Прежде чем Спаситель исцелил этого человека, ученики спросили, «Равви, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Борис Ильич Гладков поясняет. Апостолы, как и большинство евреев, верили, что все важнейшие несчастья случаются с людьми не иначе, как в наказание за особенные грехи, и не только за их собственные, но и за грехи их родителей, дедов и прадедов. Такое верование основывалось на законе Моисея, гласившем, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, и на учении раввинов, утверждавших, что ребенок может согрешить еще в утробе матери. Отвечая на этот вопрос, Господь указывает вместо причины цель, для которой этот человек родился слепым. «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». То есть, чтобы через его исцеление открылось, что Христос есть свет мира, что он пришел в мир для просвещения человечества, пребывающего в духовной слепоте, образом которой является тересная слепота. «А потому Господь плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам». Архиепископ Оверки Таушев пишет, «Можно полагать, что все это нужно было для возбуждения веры в исцеляемом. Дать ему понять, что сейчас над ним будет совершено чудо. Силаамская купель была уснована на Силаамском источнике, вытекавшем из-под священной горы Сионской, как место особенного присутствия Божия в Иерусалиме и храме. И потому, как бы нарочито был дарован или послан Богом своему народу, как особенное благодеяние, почему и считается священным источником, имеющим символическое значение. Омывшись в водах Силаама, слепорожденный прозрел, что произвело сильное впечатление на знавших его. Выслушав рассказ исцеленного, его повели к фарисеям, чтобы рассказать о чуде. Фарисеи же говорят прозревшему, что он должен прославлять исцелившего его Бога, но тут же обвиняют Христа в том, что он грешник и не хранит субботы. Но исцеленный, прозревший не только телесными, но и духовными очами, ответил, «Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Господь, услышавший о том, что фарисеи выгнали прозревшего, нашел его и, открывшись ему, привел к вере в себя, как Сына Божия. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о том, как меняется человеческая природа, встречаясь с благодатью Божией. Будем же с мольбою взывать ко Господу, чтобы Он избавил нас от духовной слепоты, рождающей греховные страсти, дабы открылись наши душевные очи. Господь по Своему милосердию и по нашей вере может сподобить нас этого чуда и ввести в Своё вечное Царство, если мы, еще не видя красоты и славы Царствия Небесного, будем стремиться к спасению и просить Господа просветить нас Его светом. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Господи, Божий мой, на тебя упова, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok